Чебоксарский микрорайон Байконур снова в топе новостей республики. Еще три года назад застройщик обещал благоустроить территорию возле дома и даже собрал на это жильцов деньги. Но ни детская площадка, ни фонарные столбы у подъездов так и не появились. За помощью жители обратились в нашу редакцию. Сегодня вместе с нашей съемочной группой на место выехали активисты Общероссийского народного фронта и столичные депутаты. Улица Академика Королева, по мнению жителей некоторых домов, вовсе не ведет к звездам. Это скорее путь в бездну. Проблемы здесь возникли еще на этапе строительства. В администрации города утверждают, в свое время ЖСК, не получив должным образом все необходимые разрешительные документы, самовольно построил многоквартирный дом, а затем заключил с горожанами договоры долевого участия. Далее начались судебные тяжбы, и администрация города была вынуждена дать разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Хотя вопросов к ЖСК было немало. В Тихом собрался дольщик этого дома и поставил условие. Нужно собрать на детской площадке деньги. Я говорю, как и детская площадка, мы же в договоре, не указано, говорит, самое. Кто, говорит, самое, не заплатит за детскую площадку, за блогу, получается, собственность никто не получит. Вот, пожалуйста, у меня чеки квитанции. Ни площадки, ни освещения, ни парковки. Электроэнергия поступает в дом по временной схеме. До сих пор не вывезен строительный мусор. Председатель управления ЖСК «Сокол» уверяет, что ни разу не слышал от жильцов жалоб. Заявок, мол, не поступало. Кроме того, говорит, в доме есть газ, работают лифты, все, как он и обещал. А на благоустройство денег уже не хватило. Якобы пришлось остатки потратить на долги управляющей компанией «Банконурсервис». Те суммы, которые нам задолжали некоторые члены кооператива, они проживают. И это одно дело, другое дело. Ведь дом-то мы обслуживаем давно уже. Большинство жителей не платят за коммунальные услуги. То есть вот и получилось, что вот эти деньги, которые как бы на благоустройстве, они вот частично пошли еще просто на обслуживание дома, на эти коммунальные услуги. Как мы видим это решение? То, что надо сейчас изогновлять, строительство этого детского сада. Там, тем более, в строительстве детского сада уже вложены средства. То есть сделали скотлован, забили там несколько свай. Это тоже денег стоит. И вот это, как добровольный износ со стороны организации «Микроэмобэконом». Эти средства могут потом пойти на другую сторону. На сегодняшней встрече с жителями председатель правления не появился. Все чаще жильцам приходится обращаться к журналистам, депутатам и активистам Общероссийского народного фронта. Сегодня ливневки нет. Сегодня нет хороших подлизных путей. Нет освещения улиц. Сегодня мусор. Это уже второй раз мы подошли. Это уже хотя бы немножко косметически что-то убрали. А такие здесь навалы мусора были, Виктор Александрович. Я даже не понимаю, как люди могли жить, молчать, терпеть столько времени. По мнению депутатской комиссии, жильцам в первую очередь необходимо провести собрание собственников жилья и принять решение перейти в другую управляющую компанию. Народные избранники готовы устроить еще одну встречу жильцов с председателем правления ЖСК. Правда, на нее еще пригласят сотрудников МВД и прокуратуры. В их адрес запросы уже отправлены. Сейчас организована комиссия здесь при городском собрании депутатов и исключительно по этому данному выпивающему факту. Интересуемся и в правоохранительных органах, как идет расследование вот этого вот инцидента, этого вопроса. Будем обязательно следить за ходом расследований и обязательно будем как можно быстрее и как можно удобнее, чтобы был для вас, решить этот вопрос категорически в короткие сроки. На обслуживании Байконур-сервиса сейчас находится только один дом. Как нам стало известно, сегодня арбитражный суд ввел в отношении управляющей компании процедуру наблюдения. Долг перед энергетиками превысил полтора миллиона рублей. Так что точка в этом вопросе об обещанных звездах и черных дырах еще не поставлена. И мы будем следить за развитием событий. Светлана Познякова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.